Первый набор проблем связан с тем, что вот из-за ковида, из-за эпидемии старый способ деятельности, обычно предполагающий много личного общения, обычно предполагающий большую личную вовлеченность менеджеров в то, что происходит, иногда микроменеджмент, микроконтроль, оказались не очень возможны. На это много что наложилось. В некоторых компаниях сильны позиции службы информационной безопасности, которые до этого очень настороженно относились ко всем современным средствам связи, вроде Zoom и так далее. А здесь нас заставили просто явочным порядком, в конце марта сказали, все, прекращаем. Все разошлись по домам и работаем по телефону, компьютеру, почте и так далее. И это очень сильно нарушило разнообразные паттерны взаимодействия, когда каждый раз люди говорили, ну нет, разговор не телефонный. И людям пришлось перестраивать то, как они работают со своими контрагентами, со своими подчиненными, со своими начальниками, как они определяют задачи, когда невозможно стало ходить по офису, заглядывать из-за плеча, что там человек делает у себя в Excel или в косынке и так далее. Это была сложная перестройка. Вторая история – это общий экономический кризис, хотя в России, конечно, принято шутить, что у нас кризис случается каждые 10 лет в 2008 году. Ну, здесь не в 2008 году, здесь, наверное, годы задержалось, но привычно нас не испугать. Я знаю компании и даже там некоторых более высокого уровня экономистов, которые просто строя какие-то долгосрочные прогнозы, закладывали там кризис в каждые 8-9 годы. То есть в этом смысле, может быть, мы оказались даже более готовы, чем остальной мир. Ну, а третье – это действительно, особенно у компаний экспортно-ориентированных отраслей, их первую голову, связанных с миром, все там возникли проблемы, что все-таки мы стали частью глобального мира. То есть если сравнить нынешнюю российскую экономику с советской 30-летней давности, а пусть даже и с российской 15-летней давности, несмотря на все события 2014 года и последующие, российская экономика очень сильно интегрирована в мир. И эта интеграция вмиг нарушилась. Одна из вещей, о которой точно можно говорить, надо гораздо серьезнее отнестись к тому, какие возможности предоставляют современные технологии. Гораздо серьезнее относиться к тому, чтобы научиться, наконец, работать удаленно со всеми теми возможностями, которые нам предоставляют электронные средства связи. И для просто замен совещаний живых зум-совещаниями, и для более продвинутых вещей, вроде управления цепочкой поставок с интеграцией больших сложных компьютерных сетей систем с аналогичными системами поставщиков, смежников и всего остального. Там есть гораздо больше в этой компьютерной вселенной, чем то, чем мы обычно пользуемся. Почта, скайп и все остальное. Нужно спросить своих компьютерщиков, что же там все-таки есть, и этим, наконец, начать пользоваться. Это, кстати, и вызов для госслужб, потому что многие вещи... Ну да, у нас многое делается с цифровой подписью, с цифровым уформлением таможенной декларации и всего остального. Но необходимо это продвигать. Смежная проблема. Если мы начинаем много зависеть от различных цифровых решений, у нас сразу появляется проблема с цифровой безопасностью. С одной стороны, это проблема нашего брата, с другой стороны, проблема хакеров разных сортов. Хакеров-шалунишек, хакеров-террористов, хакеров-представителей недружеских государств. Это реальная проблема, о ней нужно думать, и иметь в виду. В том числе, кстати, опять-таки, и государством договариваться о том, что можно, а что нельзя, что конвенционально, а что неконвенционально, в какой-то борьбе и противодействии в электронном мире. Ну, вторая вещь, это, опять же, нужно как-то переучивать людей существовать в этом новом мире. И, опять же, я заподозрил, что еще многие годы для людей, которые выросли в мире все-таки живом и в мире живого общения, электронное общение не станет полноценным заменителем живого. Все-таки гораздо меньше информации мы через Zoom друг друга передаем, чем при общении личным. Но нужно учиться. Никогда не говоря никогда, но, в общем, для вот нас, для поколения родившегося аналоговым и становящегося цифровым взрослым возрасте, наверное, долго будет трудно. Наверное, мы все-таки будем совмещать общение живое и общение цифровое, но надо учиться. Еще одна вещь, о которой нужно думать, это то, какие вещи мы должны дублировать, резервировать, обеспечивать, думать над тем, как в наших компаниях, бизнес-системах, производственных системах, организационных системах должно быть устроено вот это резервирование. Эпидемия оказалась, конечно, очень не страшной. Звучит, может быть, кощунственно, но все-таки это не та ситуация, в которой там компании массово стали терять на долгое время или навсегда ключевых сотрудников. Но это, в общем, было не гарантировано. Мы могли оказаться в ситуации, когда большое количество наших людей вдруг становилось бы недоступно. И я думаю, что очень многие компании не имели никакого плана, а что мы будем делать, если каким-то из наших ключевых людей, и это далеко не обязательно большой начальник, который ездит на большой черной машине, это может быть технолог, который хорошо знает, как устроена некоторая установка 20-летней давности. А поскольку она 20-летней давности, кроме этого технолога, толком все детали и дезинкразии этой установки не знает никто. И вот если вдруг этого пожилого человека, вот он заболеет, мы редко думаем о том, а что мы будем делать, если вот этого вот Григория Прокофьевича не станет. А надо. Еще, опять же, несмотря на то, что все российские компании вроде бы очень готовы к кризису, вроде бы мы, опять же, росли, взрослели, состоялись в обстановке непрерывных кризисов, тем не менее это всегда как первый раз. На Западе распространенная ситуация – это ситуационные игры, когда время от времени на каких-то команднообразования, на каких-то звездах, люди иногда сами, а чаще со специальной командой фессивитаторов разыгрывают какую-то кризисную ситуацию. Причем разные представители той группы людей, той группы менеджмента, которые в это играют, играют за разные стороны. Это довольно распространенное упражнение. И, кстати, интереснее всего и полезнее всего бывает поиграть не за свою компанию, а за террористов, за государство, за следователя, за кого-нибудь еще. А полезно это вот для чего. Что когда что-нибудь, если не подобное, но близкое случится, думать в своей привычной колее довольно легко. А поиграв в такую игру, в общем, начинаешь лучше понимать, как люди просчитывают ситуацию, как они действуют и так далее. А в принципе, вот такие штабные игры – это то, чем занимались военные с незапамятных времен. То, что часто делают, ну, то, что бывает распространено в западных компаниях. В общем, российским компаниям, наверное, очень стоило бы. Ну и вообще планировать свое будущее. Ну, тут говорит мой профессиональный опыт, я все-таки стратег. Это мой профессиональный навык рисовать разнообразные сценарии мира, планировать, что мы бы в них могли бы делать. Так вот, я бы советовал быть довольно смелыми в этих сценариях и не бояться писать сценарии довольно нехорошие. Продлительность прогноза – это очень интересный момент. Вот, казалось бы, берем экономическую историю России 20 века. Ну, уж чего-либо более турбулентного представить трудно. Сначала крах и полная разруха гражданской войны, потом ускоренное восстановление первых пятилеток, потом Вторая мировая, потом восстановление, потом ускоренное строительство коммунизма, потом застой. Так вот, если положить вот это все на очень длинный график 100 лет, выясняется, что когда кто-нибудь бы в 2012 году пытался бы нарисовать более или менее плавную линию того, где бы мы оказались в условном 82-м, он бы не сильно ошибся. То есть выясняется, что да, краткосрочные колебания могут быть очень заметны, а длинные тренды, они часто довольно устойчивы. Другое дело, что вопрос, в каком вы бизнесе и насколько ваша компания к этому устойчива. Знать, что рано или поздно мы все равно выйдем на длинный и более-менее плавный тренд, если ваша компания пятилетнюю турбулентность не переживет, если для вас закончится, ну, просто все через два года, потому что такой у вас жизненный бизнес-цикл, настолько у вас обычно хватает ресурсов и так далее. Опять-таки, я работаю в очень долгосрочном бизнесе, поэтому мне может быть проще, хотя, опять-таки, я понимаю, что и в моем бизнесе бывают очень значительные техтонические перемены, что и в моем бизнесе рано или поздно меняется технологическая социальная парадигма, и мой бизнес тоже в какой-то момент может стать очень устаревшим. И поэтому нужно будет думать, что как бы компании может иметь смысл заниматься не только привычным, а и чем-то новым. Ну, опять же, я думаю, что останется, потому что, когда мы читаем книги 200-летней давности Дюма, или 400-летней давности Шекспира, или даже какие-то древнегреческие трагедии, мы обнаруживаем, в общем, очень много похожего и узнаваемого. Так есть, читать все эти сказания о царях и героях, задумываясь о том, как они управляли своими организациями или хозяйством своей империи, то есть, очень странно воспринимать какого-нибудь там короля времен войны Алой и Белой Розы, или там Людовика XI из книжки Кентин-Дорварда, или Цезаря как управленца. Но вот если попытаться немножко отвлечься от героических деяний, а подумать о них именно в этом плане, выясняется, что изменяется очень мало. Один из важных элементов того, что происходит сейчас, состоит в том, что раньше у лидера было, как правило, гораздо больше информации, чем у тех людей, с которыми намного дела. Вообще, организация, производство фирмы и так далее, раньше, да и вообще всегда, в очень большой мере связана с необходимостью организовывать труд большого количества людей, их усилия, и распределение ресурсов. Соответственно, раньше это происходило следующим образом. Мы собираем информацию на низовом уровне, агрегируем, передаем наверх. Там ее снова собирают, агрегируют, передают наверх и так далее. Наверху, на основе всей вот этой информации, передаваем это на бумаге или там узелковым письмом типу каких-нибудь индейцев, да, там, или на глиняных табличках. Кто-нибудь умный, царь, император, его жрецы на это смотрят, принимают решение, каскадируют вниз, там это решение отсепарируют на элементы, каскадируют вниз, дальше, а дальше какому-то человеку говорят внизу, копай канал. Вот отсюда и до обеда копай канал вот в этом направлении. И тогда это был действительно, может быть, самый оптимальный способ. Начальству, по большому счету, нету монополии на информацию. Это и возможность, и вызов. То есть возможность можно, ну, есть такое русское слово empower, русского, эквивалент, мне сейчас подобрать трудно, вооружить, предоставить, дать полномочия гораздо большему количеству людей в толще организации. Вот вам информация, поймите, насколько эта информация там большая, релевантна к тому, что вы делаете, делайте на своем участке там то, что лучше всего соответствует вот этой ситуации. Вот вся информация доступна вам, потому что она электронная, это не в единственном экземпляре, мы же написаны на сообщение, которое там передали кому-то. Вызов, потому что авторитет падает. Раньше, по большому счету, можно было сказать людям внизу, вы всего не знаете, тут вот все сложнее, жизнь богаче. Don't question me. Не задавайте вопросов, почему мы делаем так, я знаю лучше. На это причины есть. Сейчас любой может спросить, а что за причины, а почему, а как, объясните. Я помню, когда я был не очень большой, я там слишком много разного знал, меня совершенно ненавидели учителя в школе, потому что они могли оговориться, а я там в силу начитанности мог довольно быстро сказать, что все не так, все наоборот. Я читал книжки и так далее. Но сейчас-то я искренне не завидую учителям в школе, потому что учитель что-то говорит, а дети в телефоне тут же лезут в Википедию и это проверяют. И современные, там у детей появляются сомнения, они лезут в Википедию и проверяют. Сегодня любой сотрудник точно так же проверяет любую непреложную истину, которая ему говорит начальник. И, соответственно, роль начальника от человека, который владеет вот этим вот непреложным знанием, верьте мне, она меняется в роль человека, который способен организовывать людей не через то, что он просто локирует ресурсы между ними, как ему считают более правильно, а что он собирает более эффективную команду людей, работающих вместе. Это человек, который более мудрый и который способен из кусков информации, доступных в общем всем, но сложить более там интересную фонгерентную картинку и увидеть в ней что-то, что не видно остальным и что не видно крутым компьютером с мощными алгоритмами больших данных искусственного интеллекта. потому что, опять же, раньше просто опыт помогал, сейчас изрядная часть этого опыта запихивается там в штуки, которые, по крайней мере, там стандартные паттерны видят через искусственный интеллект. на одном опыте уже не проедешь. Самый простой ответ, наверное, это такая организация, которая способна меняться. Часто так бывает, что герои вчерашних дней, компании, которые были великие, которые были построены от хорошего к лучшему и так далее, про которые кажется, что это компании на сто лет, десять лет спустя выясняется, что это не совсем так. Всем желающим предлагаю проследить за курсом акции компании General Electric, легендарной. Где она сейчас и насколько велик бизнес General Electric сегодня по сравнению с тем, каким он был 20 лет назад. Авторитеты уходят. Опять-таки, можно посмотреть, что такое Италия сегодня и что такое Италия была 2000 лет назад, насколько велики Нидерланды сегодня, насколько велики были Нидерланды 400 лет назад. То есть, меняется более или менее все. Так вот, важна, наверное, способность меняться, способность адаптироваться. С другой стороны, я бы еще сказал, что для нас это психологически может быть непросто, как для менеджера, как стейкхолдеров крупных организаций, людей, которые строили что-то великое. Если говорить о человечестве в целом, может быть, это и хорошо, что корпорации в целом не вечны, что у них есть какой-то свой цикл жизни, и что они не продолжают ходить вот такими динозаврами, их сменяют в какие-то другие. Единственное, что все-таки даже будучи построены под какую-то другую производственную модель, под какие-то другие общественные отношения, под какие-то другие технологии, все-таки каждый раз даже устаревающие корпорации, устаревающие организации создают довольно много ценного, полезного знания, опыта, понимания. И появляющихся новых чемпионов я бы всячески призывал не отметать с порога опыт и знания героев вчерашних дней, а им пользоваться будет хорошо и этим новым организациям и человечеству в целом. И это, кстати, видно, когда сначала образовываются гаражные стартапы, часто молодыми людьми, которые говорят, что все эти старики, они совершенно не понимают, как правильно что-то делать, мы там сейчас смятем с лица земли, как и полагается молодой шпане, а потом, когда они действительно вроде бы в большой мере изменили мир, они становятся огромными корпорациями, и тут выясняется, что в общем есть о чем спросить, есть куда применить людей, постарше людей из опыта институционных организаций и так далее. и так далее. Спасибо. Продолжение следует...